Я все-таки забуду об этой форме и возьму в качестве бочки просто самый обычный цвет. Повторяю, через это место мы протыкаем, вот это расстояние я обозначу Т. Теперь радиус цилиндра у меня, естественно, будет R. Сейчас все будет легко. Вот это расстояние я обозначу H. Теперь, что мы должны сделать? Найти максимально возможный объем цилиндрической бочки, если вот это расстояние нам известно. Ну, поехали. Д в квадрате, это теория Кефагора, это H в квадрате плюс 2R в квадрате. Замечательно. H в квадрате плюс 4R в квадрате. Теперь давайте поймем, что такое объем цилиндра. Вот это у нас все цилиндр. У вас же цилиндр, на самом деле, он такой, правильно? Он такой, значит, надо взять 2H умножить на площадь этого круга. Площадь круга это 3R в квадрате. Замечательно. Замечательно. Давайте-ка мы вот из этого уравнения, из верхнего, выразим, выразим R в квадрате через H. Получится следующая штука. 4R в квадрате это D в квадрате минус H в квадрате. Дальше мы напишем очень просто. Дальше мы напишем очень просто. H умножить на B пополам. Умножить на 4R в квадрате. Это D в квадрате минус H в квадрате. Вот это и есть объем цилиндрической почки. Замечательно. Нужно, понятно, что B пополам ни на что не влияет, допустим, это умножить. Нужно решить такую задачу. Максимальное значение величины H умножить на D квадрат минус H квадрат, где H принимает любое значение от 0 до D. Ребята, мне, разумеется, не хочется сейчас за ним каждый раз говорить про D, потому что, в общем, вряд ли оно ни на что не влияет. Да, это в общем может. Поэтому давайте сделаем так. Так, величину H разделить на D мы обозначим по буквой Х. И понятно, что у нас тогда получится. Х будет пробегать значение от 0 до 1. А здесь вместо H надо будет написать Х умножить на D. Ну, и пишем Х умножить на D, D квадрат минус D квадрат Х квадрат. Ну, понятно, D в кубе вынеслись за скобку. А здесь максимальное значение величины Х умножить на 1 минус Х квадрат. Вот задача, которую поставит перед нами реагонтор. Обратите, пожалуйста, внимание. В школьной программе в восьмом классе вас учат решать задачи примерно такого типа. Максимум функции Х умножить на 1 минус Х, где Х привлекает значение от 0 до 1. Давайте я объясню, что это такое. Значит, у вас есть отрезочек длины Х, отрезочек длины 1 минус Х, а вас интересует максимальная площадь такого прямоугольника. Это вполне можно сделать без всяких производных. Ну, давайте это даже и сделаем. Каким образом проще всего разобраться с этой задачей. Я предлагаю взять отрезок длины 1 вторая. Вот представьте себе, кто-то есть, не хоть меньше 1 вторая, кто-то больше. Представьте себе, на самом деле ответ 1 вторая. Представьте себе, что Х у нас, когда у нас меньше 1 вторая, замечательно. Берем число 1 вторая. Вот этот отрезочек откладываем вот здесь. Понятно, что тогда тоже получится здесь 1 вторая. И вот это у нас фигура, как называется? Квадрат. Отлично. А теперь нужно разобраться с следующей штукой. Этот отрезок равен этому. Надо понять, что у нас больше. У нас с вами вот эта величина больше, или у нас больше вот эта величина. Так. Ужасно интересно. А нет, я понимаю. Это же Х. Вот эта величина, это просто Х. Правильно? Так, а это что у нас такое? Это 1 вторая. Это 1 вторая, конечно. Мы же брали, чтобы вот это был квадрат. Так, что больше? Х или 1 вторая? 1 вторая. 1 вторая. Таким образом, вот эта вот площадь, которую я сейчас заштриховал, произведение вот этого на 1 вторую, больше, чем эта площадь. То есть при переходе от прямоугольника к квадрату вы теряете эту площадь, но приобретаете большую. Значит, ответ 1 четвертая. Замечательно. Ну, разумеется, вы народ посвященный, вы эту параболу наверняка много раз рисовали. Значит, Х умножить на 1 минус Х, это вот такая парабола. У нее есть вершина в точке 1 вторая, и вот эта вот точка, это 1 четвертая. Замечательно. Вот это, ребята, знали, причем великолепно, что называется, в Древней Греции, и вообще кто-то это не знал. Эта вещь абсолютно такая понятная и очевидная. А вот это нахождение наибольшего значения, смотрите, чего? Многочлена третьей степени. Это восьмиклассник сделать не может. Потому что восьмиклассник скажет, что «а я изучаю только параболу, только многочлен второй степени». Понимаете? Вы, конечно, сейчас не скажете, что для научного труда то, что придумал Кеплер, что называется, не так много, потому что, ну, я же вам сейчас через несколько минут все расскажу, да? Так вот, ответ простой. Это нам с вами легко писать вот такие формы. Вы забываете, что Декарти, который предложил, который предложил все эти операции, извините, жил после Кеплер, а не дом. Поэтому, к сожалению, к сожалению, ситуация была такая. Он не мог не написать ничего подобного. Каждая такая формула, хотя Кеплер, разумеется, все это прекрасно понимал, это был текст на страницу или больше. Он должен был прямо так вот писать, там, умножить, умножить, там, развести в квадрат, вычесть. Не придумали к тому момент алгебраическую символику. Поэтому то, что для нас с вами вот это вот легкое вычисление, для него чудовищная, действительно, огромная работа. А вот давайте вопросом. кто знает, как решать пару задачу? Отлично. Как? Через производный. Через производный. Замечательно. А объяснить? Смотрите. Найти производный, прижать 0, посчитать значение в этой точке, где она равна 0 и в конце 3. Отлично. Хорошо. У вас есть функция х-ху, да, 1-3х2, да, дальше, давайте напишите, 3х2 равно 1, х это 1 разделить на корень из 3. Ну, минус не считаем, потому что... Да, у нас х должно быть положительное, да, и что дальше? Теперь можно посчитать значение функции в точках 0, 1, 1, и 1, и 9 на корень из 3. Нет, ну что 0 и 1? Там где 0 и 1 больше, равна 0, это неинтересно. Надо считать конкретно в этой точке, да. 1 делить на корень из 3 умножить на 1 минус квадрат, числа 1 делить на корень из 3. То есть умножить на 2 третий, да, да, да. Так это будет 2 делить на 3 корень из 3. Отлично. Отлично. А вот теперь интересный вопрос. Поднимите руки, кто из присутствующих знает, что такое происходит? У вас примерно 5 сочувствующих из более чем 50 присутствующих. Понимаете? То есть у вас меньше 10% больничных. Отлично. Что вы скажете остальным? Ну, хорошо, но, понимаете, у нас ведь занятие когда-нибудь закончится, а вы не успеете. Это гораздо сложнее. А? Это если вы объясните, то они проголосуют за вас. Если не объясните, то вот такой ученый Джорджан Грун. Он не сумел объяснить современникам своей идеей, а люди сажают. Нет, мы должны объяснить. У нас никаких таких мыслей тут не может. Можете быстро объяснить, где вы производите? Хорошо. Кстати, это не смешно, ребята. Дело в том, что если вы каким-то инструментом владеете, то вы должны быстро объяснить, почему он работает. Сколько вам реально потребуется времени, чтобы объяснить, почему он стоит украл? Возможно, 10%. За это время успеете объяснить, что такое произведение? Не знаю, все понятны. Отлично, интересно. Как же вы собираетесь делать? Сначала вы расскажете им, что такое плетение. Это упражнение на сколько? Потом вы объясните им, как... Привет, маленькая проблема. Почему же потом нужно доказывать, что выполненная им формальная процедура действительно приводит к ответу? А, кстати, это уже интересно. А вот если вам дать не 10 минут, и даже не 2 часа, а сколько надо, а доказать-то вы это сможете? Строго доказать. Строго доказать? Не то, что меня в школе учили, что надо взять производную и приравнять нулю, а объяснение того, почему это так. Строго доказать, что если функция возрастает, то производная больше, тогда это будет. Ну, там, такой теоремы вообще нету. Сформулировать точно правильные теоремы, доказать... Сможете? Наверное, нет. Наверное, нет. Отлично, спасибо за честность. Спасибо, что здесь садитесь. Это то, что называется начальный курс математического анализа. Объяснение того, что такое предел, что такое производное, и почему вот этот замечательный способ приравнять производную к нулю и, соответственно, посчитать значение, почему он приводит к успеху, называется... это несколько теорем. На самом деле, в приличных математических школах это дело всегда изучают. И занимает это не так мало времени, поскольку точные формулировки... Во-первых, одной теоремой там не обойдешься. Там нужно сформулировать определение производной. Коротко говоря, производная это тангенс угла наклона касательного. Когда у вас есть произвольный график, вот это, вы берете точку, проводите касательную... Кстати, интересно, что такое касательная. Касательная это предельное положение всего. И после этого берете тангенс вот этого угла. Угла между горизонталью и касательной. Если касательная вот так вот проходит, то, соответственно, производная будет отрицательная. Если так, производная будет положительная. Дальше нужно доказать теорему Ферма о том, что в точке максимума производная обязательно равна нулю. так вот, я сейчас не буду, потому что это достаточно надолго. Хотя это все очень полезно, и это, безусловно, надо когда-нибудь сделать, но это сейчас очень надолго нас остановило. Я хочу показать, как нужно решить задачу о максимуме вот этой самой штуки без производной, а разными другими способами. Ребята, на самом деле это очень полезно, поскольку разъясняет вам, что здесь как и так. это очень полезно, может быть, и так. Продолжение следует...